И к другим темам. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, набрав наибольшее количество голосов. Тем временем Бенемин Нитаняху уволил министра обороны Израиля. Политик объясняет это тем, что его доверие к Галанту в последнее время подорвано. А Индия уведомила Международный Олимпийский комитет о намерении провести у себя первые Олимпийские игры в 2036 году. Далее видеообзор зарубежной хроники. С победой Дональда Трампа в президентских выборах мы можем с уверенностью сказать, что Соединенные Штаты выведут на новый уровень международные отношения с мировым сообществом и влиятельными организациями, в том числе в отношениях с Центральной Азией и в частности с Узбекистаном. Мы можем увидеть ряд новшеств и новых подходов. Исходя из того, что Узбекистан является ключевой страной в регионе, то можно предположить, что Соединенные Штаты Америки будут стремиться укреплять отношения с нашим государством. И в целом усилиями обеих сторон в дальнейшем будут укрепляться и развиваться отношения формата «Центральная Азия плюс один». Между тем, на кампании по выборам президента США была потрачена рекордная сумма в общей сложности 15 миллиардов 900 миллионов долларов США. Такие данные обнародовала американская некоммерческая организация Open Secrets с указанием, что эта сумма превосходит траты на кампании 2020 года, составившие 15 миллиардов 100 миллионов долларов. Для сравнения, в 2016 году, по данным организации, избирательная гонка обошлась лишь в 6,5 миллиардов долларов. Как отмечают эксперты, результаты выборов в США могут изменить ситуацию и на Ближнем Востоке, где зона эскалации продолжает расширяться. Накануне премьер-министр Израиля Бениамин Нетаняху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта, сделав неожиданное заявление, сославшись на кризис доверия. Министр иностранных дел Исраиль Кац заменит Галланта, а новым главным дипломатом страны назначен Гидеон Саар. В ответ на свое увольнение Галлант заявил, что безопасность государства Израиль всегда была и останется миссией всей его жизни. Индийская Олимпийская ассоциация официально направила письмо в Международный Олимпийский комитет, в котором официально выразила заинтересованность страны в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036 году. Этот шаг, по мнению премьер-министра Нарендры Моди, укрепит позиции страны в мировом спорте и посадействует экономическому и социальному росту. Если Индии удастся победить, она станет лишь четвертой азиатской страной, когда-либо проводившей Олимпиаду, после Китая, Южной Кореи и Японии. Однако заявка — лишь первый шаг в долгом и трудном процессе выбора окончательного организатора Олимпиады 2036. Летние Олимпийские игры 2028 пройдут в Лос-Анджелесе, а Брисбен, город в Австралии, примет игры 2032 года.